привет планета земля он вытащил собаку вытащил приехали мы кристины на дачу будем грилить мы чуть-чуть пораньше приехали кристина еще сашей у сашиной доченьки поздравляет ее с днем рождения они скоро должны тоже подъехать неделю тому назад купила пол арбуза он у меня аж заморозился в этом холодильнике холодильник уже старый-старый уже не морозилка не морозит а холодильник морозит короче все наоборот так насчет тэдика были люди смотрели вроде бы как ну все хорошо но они все же еще подумают и скажет мне завтра утром возьмут не возьмут так они опытные у них уже была собака подобная пудель правда был у них но это очень похожая раса и сами они такие хорошие и кстати тэди им показал свой характер он испугался мужчину и начал сильно него лаять но он его не кусал он хорошо себя вел но он начал на него лаять и как бы ну как сказать типа на него бросается вот так вот как прыгнул на него но но ничего нему не сделал он это делает потому что он просто сильно боится вот и как бы так эти люди увидели что может произойти с тэдиком если он сильно напугается как бы они сказали подумают но посмотрим как бы знаете я сильно не переживаю если я его не отдам но не отдам но не отдам как бы значит будет значит будет у меня может следующий раз получится так еще написала в пару групп мои реквизиты это как бы чем я занимаюсь пару людей как бы начинают спрашивать консультация у меня будет насчет переезда в нашем городе ашафенбурге встречусь с женщиной с девушкой в среду буду я консультировать по поводу переезда и завтра с утра у меня восемь часов утра будет консультация тоже по поводу российского паспорта но гражданство как его получить как это лучше сделать и так далее так что дела потихоньку идут потихоньку консультирую кто-то говорит что я наживаюсь на чем-то ну знаете мне как-то все равно мне надо смотреть чтобы у моих детей был хлеб на столе и так как я одна их воспитываю без какой-либо поддержки от отца я считаю что это правильным и если люди как бы им легче обратиться ко мне чем куда-то писать звонить и там же и кристина позвонила прервала говорит час подъеду а так вот и мне надо как бы смотреть чтобы зарабатывать деньги если людям легко это легче ко мне обратиться лично и со мной поговорить по телефону и получить какую-либо консультацию которую я как бы ну сама это уже все прошла на себе все это как как бы но перенесла все это да и почему бы не поделиться с этим и что я еще хотела сказать многие говорят я там вы бесплатно все бы это дело как ты можешь за это деньги брать знаете меня мне пишут каждый день вот я не вру 3-4 человека если я буду каждый день отвечать на их не тысячи вопросов тогда я не дом не построю не дома не уберусь не скажу не на работу и все это буду бесплатно делать ну простите извините я не живу от воздуха и любви понимаете мне надо деньги зарабатывать и я не могу себе позволить столько времени тратить просто зря как бы бесплатно не знаю кто то это делает за бесплатно но я не могу себе представить столько времени тратить каждый день у меня вроде бы не очень много подписчиков но каким-то образом ну многие пишут кристина а кристина потом их на меня направляет потому что кристина ничего не знает как что делается как делается там за гранд паспорт как там не знаю в нже и и так далее и тому подобное она ну с этим не сталкивалась а я сталкивалась поэтому консультирую я практически каждый день людей поэтому как бы не обижайтесь то что я за это беру деньги и каждая другая фирма вот посредники да они также берут деньги такая наша жизнь а всем хорошего дня только все больше не прыгай доброе утро планета земля сегодня 22 число и у нашего канчика день рождения ему сегодня исполнилось 11 лет я уже сегодня с утра 8 часов провела консультацию по теме загранпаспорт ну российский загранпаспорт и подтверждение гражданства и там всякие проблемы к сожалению возникли у женщины и вот как могу так ей сейчас и помогаю а я сейчас отправлюсь к кончику и буду его будить и поздравлять с днем рождения поехали дем рождения типа дем рождения тебя с днем рождения тебя Вставай. Будем завтракать, собираться. Пойдём в бассейн купаться. В бассейн? Угу. Привет, Панеза Земля. У меня сегодня день рождения. Кто хочет меня поздравить, поздравляйте. Мы едем опять в Статбас, в бассейн. И в Танте. Двоюродная мама. Но как будет по-немецки? Танте. А по-русски? Танте как? Двоюродная мама. Двоюродная мама? Да. Тетя, сына. Это тетя. Тетя. И мои двоюродные братья. Да. Да. Приедет близняшка отца. Отца производителя. И Кристина же приедет, конечно, с Филиппом. Короче, все будут сегодня в бассейне отдыхать. Кан это захотел, потому что... Почему Кан это захотел? Не, потому что ты любишь прыгать. Поэтому мы опять поедем к нам в Ашафенбург. Так, я вообще-то хотела, ну, что-нибудь поинтереснее. Я просто на дорогу смотрю, буду вам рассказывать. Что-нибудь поинтереснее, где можно там поплавать, там, не знаю, на горках каких-нибудь покататься. Ну, чтобы был такой аквапарк, да, ну, большой. А Кан, нет, хочу в Ашафенбург. И все. Ну, блин, у тебя день рождения, ты решаешь. Да, сына? Да. Ну, все, поехали, короче. Что хотел Кан сказать? Кто его хочет от души поздравить, реквизиты в описании ролика, как всегда. Кан будет этому очень рад. Да, сына? Да. Да. Потом будем покупать подарки и будем потом в камеру показывать, что же мы купили. Да? Да. Ладно. Все, до встречи. Сейчас увидимся в штат 2. А пока мы туда едем, я хотела еще раз поговорить с вами. Недолго, буквально там пару минут. Вот, попросить людей, которые обращаются ко мне по поводу, например, подтверждения гражданства, российский паспорт, вот такие вот вещи, которые связаны с консульством и так далее, и так далее. Вы поймите меня, пожалуйста, правильно. Я не консул, я не занимаюсь мошенничеством, я не могу вам напечатать паспорт. Если вам консульство отказало в, как сказать, выдаче паспорта или в подтверждении гражданства, я с этим ничего не могу поделать. Я как бы всего лишь, я всего лишь консультант, то бишь, если вы приезжаете в Калининград, и вы не знаете, куда бежать, куда податься, с чего начинать, вы можете обратиться ко мне, и я вам скажу. Вот, вы пойдете туда, по этому адресу, возьмете талон, вам дадут список, потому что не все знают, куда идти, куда ехать, где подтверждать гражданство, а где получать паспорт. И чтобы вот не бегать, как ужалены в одно место, вы можете эту всю информацию получить у меня, и это мое консультация. Я просто вас информирую правильно. Кто-то говорит, ну, можно в интернет залезть и все найдешь. Да, пожалуйста, те, кто могут, залезьте в интернет и извлекайте информацию из интернета, а тот, кто не может, или у него нет доступности к интернету, или он просто этого не хочет, этим заморачиваться не хочет, он лучше, грубо говоря, мне пару копеек, как говорится, заплатит, и будет спокойно знать, куда ему идти, какие документы ему нужны. Если я сама не буду точную информацию знать, тогда или я же эту информацию возьму, или в оформлении, как сказать, в заполнении самого заявления, у меня тоже есть точки, которые помогают людям, заполняют вот эти вот все антраги, как мы тут в Германии говорим, и подают потом вот это все уже на подтверждение гражданства, да. Я, я как бы информант, я информацию бы даю, направляю в нужное, в нужное учреждение, да. А я не бог, который может тут пальцем щелкнуть, у меня какие-то связи в консульстве, и кто-то вам там сейчас выдаст ВНЖ за один день и так далее, и тому подобное. Надо же осознавать, как бы, ну, нету такого, нету такого. Ну, я, по крайней мере, еще ни с кем не знакомилась и ни с кем не сталкивалась. Спасибо за внимание. Идет радостно, бесплатно запустили его в бассейн. А почему ты так в Германии заплатила? Кого? 20 сентября. Ну, мне же 16 назад отдали. А что? Вот, бесплатно зашли в Швимбад, в бассейн. Идем радостные. Целых 2 евро сэкономили. Лезет, лезет на пятерку. Хотела 7,5, я ему не разрешаю. Боюсь. Филька купается. Вон, увидите, как у нас купается. Спит. Кан вон на горку полез. Сейчас прыгать будет. Ой, на горку. До свидания. Прыгает. Играет. А мы тут, вон, расположились. Сидим. Отдыхаем. Кристина отлучилась. Я за Фильсанычем смотрю. Приезжайте в Айфенбург купаться. Такой большой-большой бассейн.